Привет всем любителям парфюмерии! У меня сегодня отличное настроение. А что может поднять настроение парфюманиаку лучше, чем приобретение нового аромата? Как вы поняли из названия видео, сегодня мы поговорим о аромате от марки Le Labo. Le Labo, я не знаю, кому удобнее говорить. Это парфюм, который появился у меня буквально дней, ну, 5 назад, может, неделю назад. Я его уже, конечно же, распаковала для того, чтобы сказать вам свое мнение о самом аромате. Но также покажу, как его для меня упаковали. Вот такой маленький анбоксинг у нас сегодня произойдет. Давайте пару слов о том, как вообще я пришла к тому, что мне нужен парфюм от Le Labo. Меня эта марка интересовала уже достаточно давно. Мне нравятся, ну, сказать, наверное, все их ароматы. Но проблема в том, что в Кракове, да и вообще в Польше Корнера Le Labo нету. А мне хотелось, ну, вы знаете, приобщиться чуть-чуть к процессу покупки и создания аромата. Все потому, что ароматы они смешивают на месте при покупателе в своей лаборатории. Но об этом чуть-чуть позже. Марка Le Labo мне очень нравится, кроме того, своей маркетинговой стратегии. Понятно, что каждый парфюмерный дом изощряется по-своему каждый, чтобы привлечь консументов. Мне нравится изощрение Le Labo. Мне нравится то, что они делают со своей маркетинговой стратегией. И мне безумно нравятся их Корнеры. Все вот потому мне хотелось самой лично попасть в их Корнер. Но не суждено было этому случиться. Каких-то путешествий в города, где есть Le Labo, у нас не предвидится с семьей в ближайшее время. А буквально недавно мой муж был в Сиэтле в Америке. И я знаю, что в Сиэтле есть Корнер Le Labo. И я у него попросила просто-напросто для меня там парфюм приобрести. Он с удовольствием согласился, кроме приобретения, еще снять для нас с вами небольшое видео и сделать фотографии. Вот на фотографиях вы можете видеть, как выглядит магазин Le Labo. Они по всему миру выглядят приблизительно одинаково. Это лофтовое чаще всего помещение, которое находится в самых модных хипстерских районах больших городов. В Нью-Йорке это, например, Сохо. В самом... Сам Корнер, мне кажется, выглядит больше как лаборатория, аптека, коморка безумного химика. Говорите, скажите как угодно. Но что-то в этом есть. Шкляночки, баночки, пробирочки, весы, старая мебель. Я люблю такой стиль, мне очень все это нравится. Мне нравится вот эта крафтовость в их марке. И, ну, классно. Мне кажется, все это выглядит очень здорово. Парфюм на самом деле смешивают при вас в самом Корнере. И у потребителя есть такое ощущение, знаете, приобщения к общему делу. Кажется, что вот, по сути, я сам для себя создал парфюм. На видео вы можете видеть, как девушка это делает. В заведомо известных пропорциях смешивает спирт, дистиллированную воду. Вы увидите, у нее есть список пропорций. Из холодильника достает уже, естественно, заранее готовый экстракт. Экстракт. Девушка Анна по имени, казалось бы, не очень миловидной наружности, а на самом деле очень и очень приятная была. Вот, добавляет экстракт по капельке. Ценные изделия самые. Мне интересно, как сильно концентрированный экстракт. Если парфюмы Лэ Лабо и так очень и очень стойкие, яркие. Экстракт должен быть вообще, наверное, убойный. Интересно было бы мне его попробовать, но не сложилось. Остается довольствоваться только парфюмом. Видите, по капельке все это смешивает. На весах важит. В стерильных условиях, медицинско-аптечных практически. Ну и теперь достает бутылочку. Ага, еще надо все это смешать обязательно. Вот теперь моя драгоценная бутылочка появляется. Все наливается под завязку. Очень интересно. Закручивается пломба. И вот такая есть у них машина, которая, собственно, пломбу запломбировала. Это, наверное, какой-то смешиватель. С помощью вибрации смешивает парфюм. Вытереть, наклеить этикетку. В общем-то, вся магия, по сути, в том, что ты можешь все это наблюдать, видеть. И, собственно, приобщиться к великому парфюмерному мастерству. По крайней мере, созидая процесс уже окончательный. Потом все это пломбируется при вас. Наклеивается наклейка. А на наклейку в конечном итоге наклейка кастомизируется. И можно там, не знаю, написать свое имя. Для кого парфюм был создан. По какому поводу. Когда. В каком городе. То есть, это тоже все очень и очень интересно. И, мне кажется, покупать Лалаба с рук, ну, не очень приятно, понимаете. Потому что все-таки хочется, чтобы это был твой аромат. Подписан твоим именем. Что-то в этом, конечно, есть. Особенно для любителей парфюмерии. Это, мне кажется, какая-то особая ценность. И особый интерес в этом есть. Давайте посмотрим на упаковочку. Вот у нас в этом прекрасном пакетике лежит бумажка. Кстати, она пропитанная каким-то ароматом. Тоже было видно в конце видео, которое снимал мой муж. Что консультант пшикает на бумажку какой-то запах. Но, увы, на видео я не могу различить, что она туда нанесла. А муж мой не помнит. Еще вот нам положили такую свежую прессу. Это, конечно, не газета. Это брошюра. Брошюра Le Labo. Стилизированная под газету. Очень по-нью-йоркски, мне кажется. Очень здорово, очень классно. Приятно это все. И в пакетике лежит сама коробочка. Как вы понимаете из названия видео, какой аромат я выбрала. Я выбрала VITIVER 46. Вообще, история выглядела так, что я не могла определиться, какой же аромат все-таки от Le Labo мне нужен. И я написала мужу список из трех ароматов и попросила его для меня самому выбрать парфюм. Мне нравится вообще так делать. Потому что в этом есть все-таки элемент подарка какого-то. Все-таки для вас кто-то что-то выбрал. Во-вторых, есть здесь элемент неожиданности. Потому что до последнего момента, пока муж не прилетел из Америки, я не знала, что в результате он купил. И это VITIVER 46. Я очень рада, что именно этот аромат оказался в моей коллекции. Если вы смотрели предыдущие мои видео, вы знаете, что я обожаю VITIVER в парфюмерии. А это, мне кажется, самый необычный и самый непредсказуемый VITIVER в моей коллекции. На упаковке, вот как я вам говорила, запакована в Сиэтле. Анна запаковала для меня его дата, когда и мое имя. Анжелика. Меня зовут Анжелика. Очень приятно, если кто-то не знал. Вот. Открываем коробочку. Ой, уже что-то вылетает. Оттуда вылетает вот такое письмо. Марси на нем написано. И описание самого аромата. Какие-то там еще очень нужные вещи. Бумажка. И здесь лежит сам, собственно, флакончик. У меня 50 мл. И я бы вообще хотела все парфюмы в своей коллекции иметь в пятидесятках. Все потому, что мне нравится не собирать ароматы и просто где-то их прятать в темных чуланах. Мне нравится ими пользоваться. И я обожаю, когда у меня парфюмы заканчиваются. Потому что это зеленый свет к покупке очередного какого-то шедевра и парфюмерного творения. Потому что 50-ки при достаточно большой моей коллекции мне нравятся больше. Давайте о аромате. Это парфюм, который стартует витивером влажным листьевым, листьяным, зеленым. Не знаю, как сказать. Достаточно влажным витивером. Поначалу кажется парфюм мужским. Но потом он просто происходит какая-то нереальная трансформация, которая вообще мне нравится во всех ароматах Le Labo. Мне нравится, как они скроены. Мне нравится, как они трансформируются, их раскрытия. Нравится наблюдать за поведением аромата. Это обонять свое запястье. Это для меня особая, конечно, магия. И этой марке удалось просто воплотить все волшебство раскрытия парфюмерной композиции как нельзя лучше. Кстати, парфюмер как раз моего парфюма это Max Baxton. А вообще они выбирают совершенно разных, самых ебенитых парфюмеров для создания своих духов. Это тоже, кстати, очень интересно. Потому что каждый парфюм, он прекрасен по-своему. И они все-таки есть в них, в каждом какие-то отличительные черты. То есть это не линейка похожих между собой ароматов. Они все-таки каждый немножко другой. Вот, начинается раскрытие. Я чувствую здесь, мне кажется, и лабданум, возможно, бензоинж. Какие-то, знаете, смолистые ноты здесь присутствуют. А в базе Vitiver 46 трансформируется в амбру, прекрасную некондитерскую стручковую ваниль и древесные ноты. И запах базы чем-то напоминает аромат бутиков Massimo Duty. Они для ароматизации помещений тоже используют отдушку, состоящую из амбры, древесных нот и ванили. Ну, конечно, немножко в других пропорциях. Ну, запах насыщенный, тёплый, согревающий, окутывающий, богатый. Я бы сказала, ну, необычный, роскошный, душистый очень. Просто он, знаете, это не арабские парфюмы, которые могут надоесть ванилю в своей базе. Это что-то такое, ну, согревающее, очень европейское, современное, модное, стильное, молодёжное, как угодно. Вообще, Le Labo это марка всех модников, работников фэшн-индустрии, творческой индустрии. И, собственно, мне кажется, слушайте, ну да, я не удивляюсь. Они все очень интересные, заметные, это нишевый аромат. И чувствуется, что вы пользуетесь каким-то необычным нишевым ароматом. При этом всём они не душат, они не становятся назойливыми. Ну, не знаю, прекрасные, прекрасные парфюмы мне очень нравятся. Слушайте, он для меня, Витивер 46, парадоксален тем, что я не встречала никогда ни в одном парфюме вот этого сочетания. Ванильный, казалось бы, сладости и освежающего резкого зелёного Витивера. Сочетание невероятное, непревзойдённое, очень красивое, мне очень нравится. Я немножко поношу этот парфюм, расскажу чуть-чуть потом больше о нём в какой-то из своих подборок. Но на сегодняшний день я точно знаю, что аромат стойкий, шлейфовый, насыщенный и заметный. Да, он заметный, сто процентов. Он заметный своей необычностью, красотой сборки, красотой ароматного букета. Так что вот, да, это было всё, наверное, на сегодня. Спасибо, что смотрели меня. Если у вас есть ароматы Лейлабо, напишите, пожалуйста, какие. Мне очень интересно, чем пользуетесь вы, либо о чём мечтаете. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Спасибо.